здравствуйте меня зовут соколов михаил я являюсь сертифицированным тренером microsoft и недавно во время проведения одного из курсов мне был задан вопрос как построить географически распределенный отказоустойчивый кластер или в оригинальной транскрипции multi-site кластер на платформе windows сервер 2012 поскольку статьи по данной теме пока не нашлось и какой-либо литературы то я решил разработать тему своими силами что привело меня к созданию данного веб-каста который хочу вам продемонстрировать схема моего тестового стенда на котором решение мы будем с вами создавать выглядит вот таким вот образом для сценария с географически распределенным отказоустойчивым кластером специфично известная проблема как обеспечить быстрый и надежный доступ хранилища на котором будут храниться данные кластеризованного приложения если узлы располагаются на удалении друг от друга в данном примере у нас есть два сайта сайт 1 и сайт 2 ну как правило сайта организации связано друг с другом через one технология это могут быть либо выделенные линии либо это могут быть более часто в пн туннеле и так далее главное чтобы они были достаточно скоростными достаточно устойчивыми достаточно надежными поскольку как известно кластер свои своими средствами не обеспечивает синхронизация кластеризованного хранилища кластерного хранилища так называемого кластер шарит волюма или разделяемого кластерного дома то данную задачу резонно возложить на само хранилище решение по созданию хранилища могут быть либо аппаратными на базе протокола файбер ченнел что это является достаточно затратным решением либо могут быть более дешевыми и в общем-то мало чем уступающими по основным показательством показателем решениями на базе протокола искали для своего веб-каста я выбрал достаточно расхожие для многих организации а искать решение по созданию storage area network а или сети хранения данных известная аббревиатура исходы используется от starwind тоже небезызвестное небезызвестный программный продукт реальную версию этого продукта можно соответственно с сайта официального starwind software.com получить чем характерно данное решение тем что она позволяет обеспечить синхронизацию данных по нескольким экземплярам или инстанциям хранилища то есть в каждом сайте узлы кластера видят свою локализованную копию хранилища а данные между ними синхронизируется через репликацию средствами самого хранилища собственно у нас есть продукционные сети production one production two технически мы могли бы без production ноли бойтесь но для красоты решения решил все таки добавить на маршрутизаторы кроме собственно говоря службы маршрутизации я решил объединить роли для экономии ресурсов тестового стенда вот соответственно объединила роль машина служба маршрутизации удаленного доступа с ролью службы каталога актив директора контроллером домена этой службы является хост rtr1 домен мною выбрал не оригинальный до контоза ком это во многих решениях от microsoft и во многих авторизованных курсах от microsoft вот в реальной жизни у нас должна быть реплика или контроллер домена в каждом сайте между собой неизвестно синхронизируется путем репликации через вам соединение в данном случае я равнодоступным сделал это единственный контроллер домена через сети production one и production two что касается узлов кластера классическим решением является добавление нескольких интерфейсах но как минимум трех интерфейсов для доступа в каждую сеть как минимум один интерфейс для того чтобы кластерное решение было доступно из продукционной сети как минимум один интерфейс для того чтобы создать кластерную сеть чтобы узлы могли передавать так называемый heartbeat трафик благодаря которому обнаруживается что активный узел является на самом деле активным то есть то что у нас сбой не произошло ну и как минимум один сетевой интерфейс должен быть обращен в сеть хранение данных естественно эта сеть из соображений производительности должна быть выгодной между собой узлы хранилища реплицируется в реальной жизни через one коммуникации но как правило это могут быть vpn тоннеля в случае узлов кластера тоже это будет вам сеть вам решение может быть vpn канал главное смотрите документацию чтобы канал бы для канала была задержка не более 1000 миллисекунд ну и далее резонно перейти собственно говоря реализация нашего тестового решения узлы соответственно клиент с которым мы будем тестировать файловер обход сбоя узлы кластера контроллер домена и муштизатор и узлы хранилища для начала мы с вами установим хранилище на узлы которые не обязаны быть членами домена для нужд собственно говоря storage network а или сети хранения данных исходы требования такой как членство в домене не предъявляется не характерно а заранее скачал дистрибутив от это получил реально лицензия на одном например одного узла демонстрируя установку по дефолту ставим на диск c видим что у нас поддерживается транспорт для зеркалирования у нас либо зеркалирование либо репликация может использоваться для синхронизации данных на разных инстанциях хранилища ставится достаточно быстро но на втором узле на сан 2 по образу и подобию вы можете также произвести установку у меня уже ключ имеется соответственно запускаем консоль каким-то образом оказываем путь к ключику замечательно ну вот собственно типичный сценария наш сервер starwind у нас их будет два экземпляра соответственно можем на нем реализовать хранилище для размещения кластеризованной роли хайперви точнее говоря размещения в HD файлов виртуальных машин запущенных в кластеризованном хайперви в режиме повышенной доступности мы можем реализовать это хранилище для нужд поддержки общего кластерного тома класть решают воли в котором могут поддерживаться либо данные серверов SQL собственно база данных файлы база данных там же могут поддерживаться файловые ресурсы если мы кластеризуем роль файловые сервера и так далее пока я приостановлю запись для экономии времени чтобы то же самое установить на втором узле ну вот установка собственно второго экземпляра произведена на storage array network 2 и теперь мы можем приступить к созданию нашего решения кстати по адресации сетей если можете зато зайти посмотреть схемы их обозначать на схемке не стал покажу в живую вот нас коллекционная сеть коллекционной сети имеют номера 172 16 соответственно 0 1 и 2 нас пока не интересует и на storage array network у нас есть три сетки две для репликации сана хранилища 10 12 и 10 11 и 1 для коммуникации с узлами кластера но собственно в каждом сайте это будет своя сетка в формате 192 168 1 2 и 11 соответственно почему сам сам 2 проверим сетевые настройки до 12 в сети сайта 1 и 22 в сети сайта 2 соответственно 21 на узле кластера not 2 и 11 на узле not 1 12 в первом сайте соответственно 11 на узле кластера not 1 приступаем к настройке хранилище добавляем старвин сервер можно сканировать диапазон 192 168 мы из 21 сети и ищем на соответственно 2 хост хост нас называется сам 2 который мы хотим добавить запускаем сканирование через некоторое время будет найден сам 2 ну вот пожалуйста добавляем играем connect подключиться на самом деле нужно было открыть правило для указанного порта на фаерволе для экономии времени я попросту его пока отключил но порт виден соответственно в реальной среде чтобы не создавать проблемы в области безопасности создаем правило для каждого требуемого порта в данном случае это 3261 после чего у нас подключение произошло без проблем далее нам необходимо создать высокодоступное хранилище что мы с вами благополучно делаем либо через этот мастер либо соответственно create high availability device пожалуй создаем партнерский хост партнерский хост у нас имеется относительно данного на котором мы уже находимся хосты партнера там два выборства один переходим к следующему шагу выбираем название для таргета соответственно таргет которым будет искали инициатор причем вполне подойдет стандартный майкрософтовский подключаться далее определяем имя файла для виртуального диска который будет создаваться на первом сервере и в дальнейшем будет реплицироваться создадим на первом сервере потом на втором и наладим репликацию между ними поскольку у нас изначально никаких виртуальных дисков для подоставления пространства хранилища нету мы создаем скажем 10 гигабайт создадим диск виртуальный диск ну и прописываем где мы его создаем на диске е на отдельном от системного физическом диске вот в папке starwind мы можем создать диск или просто на диске я назову volume 1 для starwind это будет EMG для ISK для решения вот microsoft это будет стандартный hd файл вот таким вот образом так недостаточно пространства на диске 5 гигабайт ну и то же самое мы создаем на втором узле так вы видите первый у нас фигурировал сан-2 в котором подключились из которого на котором фокус его застоял ну и следующие санади но вчера в какую последовательность создавать ибо у нас две равноправные реплики одного и того же хранилище выбираем где мы создадим тоже на диске и у нас одинаковая конфигурация дисковая на обоих узлах ну и назову я вот так же уволим один название совершенно произвольно может быть тоже естественно 5 гигабайт в данном случае расширение вот и теперь нам предлагается важный момент да настроить синхронизацию соответственно один канал у нас будет для орбита ну как известно это специализированный трафик который позволяет определить доступен ли партнер или нет то есть если ответа от партнера не приходит ну соответственно работающий узел занимает место отказавшего ну и соображение производителя и для цели данного решения мы можем один интерфейс конечно для синхронизации хердбита использовать можем отдельный интерфейс использовать для хердбита поскольку я уже создал пару сетей для нужд именно репликации хранилища соответственно одну настрою на каждом узле на сан 1 и на сан 2 для хердбита это будет 12 и одну для репликации для синхронизации например в таком вот варианте а вот здесь параметры репликации нам предлагается ну и к вопросу о репликации собственно говоря для нужд изначально кластера макрософтовского на платформе windows сер 2012 нам необходимо обеспечить синхронизированное копии реплики хранилище соответственно важно обеспечить подходящий механизм репликация для хранилища в том что кластер узлы все узлы кластера в каждый момент времени должны предоставлять одни и те же с точки зрения актуальности данные поэтому данные кластеризованного приложения которые хранятся в свою очередь на реплицируемом ресурсе сети хранения данных должны быть синхронизированы у нас два подхода два механизма репликация могут быть использованы это синхронная репликация и асинхронная но для ситуации когда потеря данных совершенно неприемлема а в нашем случае она для нужд кластера отказоустойчивого кластера windows серф 2012 совершенно неприемлема привлекательной выглядит синхронная репликация синхронная репликация это когда у нас запись осуществляется фактически одновременно на каждую реплику хранилища но на самом деле прежде чем писать в локальную версию решение производит запись на удаленный партнерский узел и ждет подтверждение как только подтверждение записи через потенциально ненадежный канал произведено тогда только пишет на локальный узор но в данном случае в случае с я распределенными локациями мы сталкиваемся неизбежно с проблемой задержки которая обусловлена дистанция между сайтами соответственно приложение будет ждать подтверждение записи данных с обоих хранилищ поэтому процесс синхронная репликация может выполняться достаточно медленно но особенно в ситуации когда у нас партнерская система расположена в другом сайте доступном через план соединения следовательно остается синхронная репликация которая позволяет обойти ограничения вызванные задержкой и собственно дистанции за счет подтверждения только локальных операций записи на диск и производит дисковую запись на удаленном хранилище в рамках отдельной транзакции соответственно синхронная репликация производит запись в удаленное хранилище после произведения записи на локальное ну и следовательно за повышенную скорость репликации мы вынуждены расплачиваться а потенциальные возможности сбоя на целевом томе неопределенности состояния данных на целевом томе но в нашем случае некий компромисс необходимо выдерживать вот у нас write back caching и соответственно write through caching или отсутствие кэширование соответственно в первом случае write back caching данные пишутся память соответственно когда клиентский запрос на запись в данном случае клиентом будет у нас узел кластера выполнится выполнится ну и дальше модифицированная память блоками будет сбрасываться на диск уже позже то есть обмен идет через память каждый результат запрос на чтение тоже кэшируется в памяти write through caching как видно из описания данные пишется синхронно в память и на диск каждый результат запрос на чтение также кэшируется в памяти ну собственно если речь вести об асинхронной репликации можно склониться к дефолтному варианту write back caching в моем решении на самом деле коммуникации достаточно быстрые ну и в принципе если у вас задержка ну как правило не превышает 1000 миллисекунд между сайтами если быстро и надежно соединить то можно и вторую версию сделать ну мы с вами говорим об асинхронной что в общем то более типично для данного сценария на обработку запросов на чтение запись непосредственно дисковым хранилищем без кэширования в памяти как видно из ранее сказанного неприемлемо мы можем задать максимально доступный размер кэша но помолчая у нас кэш 28 мегабайт да максимально доступный 1050 мегабайт фактически гигабайт зависит от объема данных с которыми мы работаем в нашем варианте мы должны синхронизировать виртуальные диски между соответственно источником и целью создали фактически в микрософтовском варианте таргета storage area network escase мы создаем 2hd файл здесь мы имидж файл собственно у нас высокодоступный имидж есть у нас девайсы ну теперь очевидно мы к этому образу должны подключить на самом деле к этому диску должны подключить каждый узел кластера переходим теперь к настройке узлов кластера нода 1 и нода 2 что у нас есть диск менеджмент изначально у нас только диск c соответственно мы с вами монтируем через аиск инициатор хранилище запускаем сервис как предложено в окне мастера и прописываем имя таргет таргет таргета от таргет ну да что забыли сделать у нас разрешение имен нужно проводиться но либо через iqn либо через днс можно в принципе указать адрес если хотите поименно через днс то тогда нужно регистрировать имена сана 1 и сан 2 соответственно в домене если хотите красивое решение можем легко это сделать ну во первых посмотреть что днс позволяет динамические обновления делать вспоминаем как это делается до заходим в основку dns открываем зону для домена контоза аналас интегрированного актив директора вот она контоза ком свойствах включаем динамические обновления секьюрные они отрабатывают для членов домена а с не члены домена поэтому небезопасны и безопасны то есть аутентификация в домене сана 1 и сан 2 естественно происходить не будет ибо они не члены домена вот здесь у нас должны будет появиться сана 1 сан 2 если мы конечно же укажем в качестве суффикса на каждом из узлов хранилища имя домена в котором я даже регистрироваться делается достаточно легко свойствах адаптера сеть storage как нас из сети storage они не будут интегрироваться нам нужно вручную писать убрал не стал маршрутизировать естественно сам сеть в продукционную сеть за ненадобностью поэтому остается у нас вручную подписать ну большому счету мы могли бы использовать адрес на создам свойствах можно вернуться на безопасная регистрация и создать пару записи хаста на один контор закон будет разрешаться в адрес 192 168 12 но ибо 11 а собственно да она дадим и сам 2 ан-два сайты адресом 192 168 22 у нас появились можем имя использовать для разрешения указан имя домена в котором у нас регистрация только что осуществлены вручную правим крик коннект видим разрешается в ip адрес ip адрес собственно разрешается в имя таргета но это еще не все подключено подключено теперь мы переходим в компьютер менеджмент видим что у нас доступен диск объем 5 гигабайт что соответствует в точности тому самому виртуальному жесткому диску и мг файлов который мы создавали на таргете на сан от starwind подключаем инициализируем диск инициализацию мы можем оставить ибо у нас не превышает двух терабайт мбр базированную по стилю разбиение на разделы и создаем том а все равно под какой буквы он будет видеться образовываю его с сторож пусть будет volume 1 как изначально мы его с вами назвали быстро форматирование средствами ntfs пожалуй у вас диск есть диск есть открывается замечательно ну и очевидно на другом узле кластера мы тоже самое проделаем второй узел подключаем к хранилищу в каждый момент времени у нас к данному виртуальному диску предоставленному storage array network будет подключен к один узел классикам тот который на данный момент является активным для экземпляра кластеризованного приложения что же откроем скальнициатор от прошлых экспериментов остались совершенно на вещи с их уберу кстати обратите внимание что в отличие от классического решения по созданию отказоустойчивого кластера в котором прописывается в качестве таргета одно и то же устройство один тот же адрес соответственно в большинстве ситуаций storage area network вас будет предупреждать что подключение к одному таргета более чем одного инициатора разрешено только для кластеризованных систем вот здесь мы каждый узел кластера в данном сайте подключаем к локальному по отношению к его сайту хранилище к локальной версии хранилища то есть нот 1 я подключал к сан 1 а нот 2 я подключаю к сан 2 к ближайшему относительно его сайту хранилище там click connect да он есть замечательно но предполагается что у нас реплицированы узлы хранилища теперь мы собственно ставим на обоих узлах кластер переходим к ноду 1 естественно зашли под администратором выбираем добавление ролей и возможностей или компонентов фичи в данном случае у нас кластер отказоустойчивый это компонент фича роли проходим дальше и как появляются компоненты ищем файл over cluster ну и все необходимые субкомпоненты также выбираем но в частности это консоль управление кластером км это фича устанавливаем собственно наблюдаем ход установки аналогично можем поступить на другом узле установки никак между собой не пересекаются до тех пор пока не будет произведена установка и добавление соответствующей фичи после чего мы можем выпустить консоль для построения кластер и добавить узлы на которых под установлено данная компонента диспетчер сервера управление добавить роли и компонента файл over cluster инсталируем пока запись приостановлю ну вот видим что инсталляция прошла успешно на обоих узлах выбираем произвольный узел в меню tools средств у нас доступна файл over cluster manager validate configuration уже известная по предыдущим релизам операционной системы мастер для проверки конфигурации задаем имя кластером допустим кластер 1 и добавляем узлы кластер для начала мы добавляем узлы оговорился мы же не кластер строим а еще только проверку делаем поторопился у нас будет нода 1 и нода 2 пока мы только теста ошибок быть не должно предупреждение быть могут они могут быть обусловно спецификой того что у нас хранилищем распределенные но это не страшно присылаются не на один какой-то узел сети хранения данных а каждый узел кластера на свой экземпляр на самом деле поскольку у нас экземпляры синхронизированы в данном случае нас мастер предупредит но кластер построить позволит собственно один из тех моментов который позволяет реализовать который говорит о том что возможно реализовать решение по поддержке держит определенного кластера на платформе windows server 2012 позволяет нам ситуацию в которой каждый узел кластера смотрит не на одно и то же на один тот же хост хранилища каждый на свой не было поддержки нам бы просто мастер не позволил перейти к шагам по созданию кластера собственно отчет сгенерирован можем посмотреть на все пару предупреждений касательно структуры сети прописано что узел нот 2 достижим с узла нот 1 через несколько коммуникационных путей а каждый путь включает сетевой интерфейс продакшн 1 на самом деле в дальнейшем когда мы перейдем к к устраиванию кластера мы явно можем указать какую сеть для каких целей мы будем использовать что это будет подключение хранилища это для кластерных коммуникаций это для доступа к продукционной среде в принципе то что у нас изначально еще одной особенностью кластера является требование что в классическом кластере на каждом узле интерфейс обращенный в продакционную среду на самом деле каждый интерфейс должен смотреть в одну сеть в одно адресное пространство у нас получается несколько сайтов соответственно каждый сайт характеризуется своим адресным пространством поэтому общего кластеризованного адреса как и такового здесь не будет но для того чтобы можно было реализовать мультисайтовый кластер используя разрешение имен соответственно у нас на DNS будет регистрироваться на имя кластеризованного приложения допустим файловый сервер или hyperv сервера которая будет в каждый момент иметь адрес соответствующий активному узлу если у нас активным является note 1 значит кластеризованный ресурс скажем fs.contose.com допустим файловый сервер fs.contose.com будет запись в DNS зарегистрирована на адрес узла 1 допустим 192 168 1 1 как только у нас произойдет сбой произойдет соответственно под сбой файловый у нас тот узел который был пассивным пассивным станет активным но 2 соответственно на самом деле quorum определяет какой какая часть кластера в случае его разделения на две части до обусловленного отказом сетевых коммуникаций будет отвечать на запросы приложений вот если у нас активным для приложения станет node 2 соответственно название кластеризованного ресурса имя ресурсов в DNS будет перегистрирована на адрес актуального на данный момент времени узла на адрес node 2 скажем 192 168 2 1 на самом деле не 2 1 а там 2 100 по моему я использовал можно посмотреть до 1 100 и 2 100 170 216 1 100 и 172 16 2 100 для продукционной среды поэтому это всего лишь предупреждение но логичным образом у нас что у нас два отличия до то что у нас в отличие от классического файловерного кластера геораспределенный кластер смотрят продукционным интерфейсом в разные продукционные сети в разные пространства что опять же не характерно для классического решения и 2 предупреждения характерно для диска и подсистемы диска и подсистема хранилища вернее хранилища должно быть доступно по одному адресу у нас получается каждый узел обращается к своему хранилищу но ничего страшного ибо хранилищ у нас синхронизированы поэтому здесь всего лишь нас предупреждает о том что так быть не должно но если вы можете реализовать на хранилище синхронизация ну значит пожалуйста создавайте с тестом у нас все в порядке и запускается мастер по созданию кластера эквивалентно нажатию на эту ссылку next вот теперь задаем имя кластера допустим кластер один причем брать внимание нет большими ну и в данном случае у нас кластеризованный адрес будет принадлежать не одной сети у нас два кластерных адреса по одному адресу соответственно доступен из продукционной сети будет если узел в данном сайте соответствующим данной сети находится активный если у нас файловер произошел обход сбора да ну значит в сети второго сайта он будет доступен по адресу из из адресного пространства сети второго сайта но в первом сайте он будет доступен по адресу скажем 172 161 150 и по тому же адресу узла 150 он будет доступен во второй сети во втором сайте на самом деле мы не к кластеру один обращаемся как таково мы будем к кластеризованному серверу сервису обращаться по имени этого сервиса который мы также произвольно создать зададим на самом деле согласно принятой в организации нотации вот поскольку я в виртуализированные среди решения развертывая да соответственно показать виртуализацию хайперви я не смогу ибо установить хайперви и виртуальные машины в виртуальной машине нельзя виртуалка поверх виртуалки недопустимо почему потому что требования для хайперви это поддержка виртуализации со стороны процессора виртуальный же процессор которые видны которые видят виртуальные машины не поддерживает intel vt технологии виртуализации соответственно при попытке установить роль хайперы будет ошибка создали кластер пожалуйста вас кластер узлы кластера ну и собственно диски кластерной сети все которые у нас есть но до 1 но 2 сеть кластера сеть хранилища продукционная сеть собственно кластерная сеть можем настроить разрешить кластерной коммуникации через эту сеть то есть heartbeat будет проходить через эту сеть клиентам не разрешено подключаться через эту сеть storage 1 для подключения к хранилищу соответственно здесь разрешено клиентам подключаться через эту сеть но не разрешен проброс кластерных коммуникаций через эту сеть то есть heartbeat через нее не проходит только взаимодействие между узлом кластера и узлом хранилища аналогичным образом для продукционной сети проверяем разрешить клиентам подключаться через эту сеть но и в принципе можно как резервный использовать для кластерных коммуникаций если хотите можете только клиентам разрешить доступ на клиентов то нас как раз нужно давать доступ поскольку сеть машетизируемая в принципе из соображений отказоустойчивости она может быть задействована да она может быть задействована для кластерных коммуникаций здесь проверяем что то же самое только кластерная сеть должна быть так сторож все правильно все правильно не разрешаем кластерной коммуникации по этой сети коммуникации с хранилищем адут ну поскольку они машетизируются между кластерами между кластерами и узлами доступны две коммуникации это соответственно кластерная сеть которую я назвал кластер кластер и продукционная сеть поскольку она машетизируема и есть доступ между узлами соответственно мастер создания кластера это обнаружил поэтому автоматически все необходимые настройки предоставь все в порядке следующей особенностью нашего с вами сценария с мультисайтовым кластером является правильный выбор модели кворума в продукционной среде для распределенного кластера характерны сбои не только на уровне узлов и не только на уровне локальной сети ну и на уровне ванн соединения то есть у нас благополучно ванн подключение между узлами может быть разорвано то есть два сайта останутся без ванн коммуникации что в этом случае произойдет какая часть кластера у нас собственно говоря должна быть работа работоспособна если кластер разбит на две части вот этот момент и определяется кворумом поэтому необходимо определить подходящую модель для кворума если в результате сбоя ванн коммуникации между сайтом 1 и сайтом 2 произойдет скажем потери подключения то так называемое majority или количество узлов должно быть доступно для продолжения операции в случае с распределенным кластером у нас ну как правило для распределенного кластера для графически распределенного кластера характерно четное количество узлов соответственно равное количество в каждом сайте организации и оптимальная наверное будет все таки модель кворума not and fileshar majority мы в принципе могли бы использовать большинство узлов и файловое хранилище общий файловый ресурс вернее можем использовать чисто технически в качестве модели кворума majority на уровне узлов большинство на уровне узлов и кластер шарит волюм в случае выбора общего кластерного тома нам придется реплицировать том между инстанциями схады если мы диск свидетелей хотим сделать то есть кластерный том у нас есть он для нужд размещения данных кластеризованных приложений чтоб вас не смущал волюм 1 вот если мы witness диск так называемый общий том диск свидетеля реализовали да диск свидетель нам тоже нужно было накладить на реплицируемом стоишь ария нетворки реализовать ну и соответственно дополнительные накладные расходы на его репликацию в общем то можно но из соображений задержек на репликацию не самое оптимальное решение проще сделать not and file share majority файловый ресурс файловый ресурс мы можем на любом файловом сервере разместить соответственно равнодоступна сервер rtr1 я здесь могу создать папку и сделать ее собственно говоря файловым ресурсом вот у меня заранее создана папка расшаренная которая будет выполнять роль общего файлового ресурса ну собственно общий файловый ресурс как и в общем то диск свидетель дает плюс один голос если у нас если у нас необходимое количество узлов определенное в кворуме как not majority плюс соответственно каждого из этих узлов виден либо диск свидетель либо файл шер ресурс общий файловый ресурс плюс один голос да ну соответственно у нас это половинка кластера будет предоставлять услуги клиентам а другая соответственно не будет выключается из кластера соображение отказоустойчивости соответственно файловый ресурс свидетель резонно расположить в отдельном сайте в нашем случае он будет в продукционной среде возвращаемся к настройке кластера но ресурсы пока не будем кластеризовать ну соответственно more action выбираем настройку кворума поменяем с дефолт с того что по дефолту было выбрано с вышеуказанных соображений нотан диск мажорити нам не подойдет мы диск будем использовать для хранения данных приложения не как диск свидетель а общие кластерные файловый ресурс будем использовать для целей кворума собственно поменяем роль свидетеля в кворуме не диск випнос то что по умолчанию а для специализированных конфигураций коими являются конфигурация отказу устойчивого кластера для распределенного кластера мы выберем файловый ресурс общий файловый ресурс в качестве свидетеля и прописываем доступ к общей папке проверяем таким вот образом notan файл share majority собственно а вот теперь для кластеризованного приложения у нас появилась возможность высвободилась пространство которое ранее было отдано мастером по умолчанию под нужды диска свидетеля теперь диска свидетель у нас нету quorum у нас использует не диск свидетель а общий файловый ресурс на который не нужно накладные расходы по репликации возлагать ибо на общедоступном файловом сервере находится как правило в третьем сайте диск на сети хранения данных у нас теперь доступен для организации общего кластерного тома где будут храниться данные кластеризуемого приложения если это файл сервер то файловое хранилище если это Hyper-V то VHD диски виртуальных машин и так далее хранилище у нас кластеризованное есть роль у нас будет подниматься либо на узле 1 либо на узле 2 то запросы клиентов к кластеризованному приложению будут пробрасываться на общий кластерный ресурс находящийся на локализованной версии на локальной версии хранилища соответственно версия хранилища инстанции хранилища реплицируется между собой уже средствами Storage Area Network а решение Sun как ранее обозначалось ну а теперь собственно кластеризуем роли пожалуйста можно выбирать это может быть DFS сервера LCP понятно что роли должны быть установлены я возьму роль файловой сервер поскольку Hyper-V у меня будет недоступен виртуальная машина соответственно тоже ну понятно потому что я уже виртуальной виртуальной машине нахожусь файловой сервер к большому счету мы можем создать кластеризованную роль SkyLoud файл сервер но описание этой роли достойно отдельной статьи отдельного каста в общем случае в Windows Server 2012 у нас доступно новое расширение типичное файл серверной роли который называется масштабируемый SkyLoud файловый сервер Sofs ну соответственно решение позволяет хранить данные приложения таких как серверных приложений таких как SQL Server тот же самый Hyper-V с образами виртуальных машин на общим файлом ресурсе который предоставляется со всеми необходимыми уровнями надежностями доступности производительности который предоставляется файловым сервером можно выбрать можно выбрать обычный сервер с большому счету нам все равно допустим это будет fs1 в каждой сети у нас будет файловый сервер доступен допустим по адресу 250 в 350 . так 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 Почему она в хранилище недоступна? У меня же с повышенной доступностью к сервису. Почему она в хранилище недоступна? 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 Это файл шар? Ну и конфигурировать для поддержки клиентов точку доступа. Мы можем предпочитаемых владельцев задать для роли и файловер. период в часах. И разрешить фейлбэк, обход сбоя. немедленно при фиксации сбоя. Таким вот образом. соответственно видим кластеризованный диск. И где он находится. c-cluster storage volume 1. На самом деле ссылается на наш 5 гигабайтный раздел. Предоставляемый хранилищем. Помните? То есть. В кластере он видится как точка монтирования volume 1. Ссылающийся на кластеризованную файловую систему. Находящийся на вот этом 5 гигабайтном томе volume 1. И проверяем, что у нас служба кластеризации автоматически прописала ссылки в DNS. Записи в DNS. У вас DNS Manager. FS1 доступен по одному адресу и по второму. В первой сети и во второй сети. Собственно проверяем. Можно с клиентом. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так. Единственное. Мы ресурсы настраивали. Кластеризованную общую папку на файл сервер мы не создали. с чем что-то запрашивает наверное нужно в свойство роли зайти так роли у нас роль файлового сервера да вот есть папку я создал папку тест соответственно можем с вами зайти на любой узел кластера в моем случае от note 1 посмотреть на отображает диск c кластеризованный ресурс насылка . монтировать через кластер storage воли 1 и вот я создал папку тест может свою папку создать я создал в свойствах расшарил поставил галочку разрешение дал допустим всем полный доступ разрешение общего доступа но не забывать разрешение безопасности да тоже добавить группу допустим every one в моем случае полный доступ вполне подойдет если можете что-то создать типа текстовый документ одни что-то написать например проверка сохранить потом я просто скрытая шара для кластеров нужно кластер storage далее вот далее мы можем перейти к клиенту перейти к клиенту и проверить наше решение вас фс-1 но там появится папка через некоторое время появилась у нас доступ к папке единство пап который создал тест да и там документ один открываем да есть тест замечательно откуда у нас идет но firewall мы там опустили соответственно пинг должен проходить проверяем cnd pink с 1 с 1 . контуры . пинг идет с первого узла но дадим да но эмулируем сбой так вот ставим его на паузу пинг у нас уже не идет но тем не менее файл у нас должен произойти пинг у нас пойдет с другого узла видите демонстрирую еще что я ничего не менял да видите у нас нот 1 недоступен на паузе виртуалка стоит не стартована она 2 доступна документ мы благополучно читаем проверяем пинг пинг но пинка пытается почему разрешить потому что у нас запись кэшируется в днс в адене с резольвера на кредите я сейчас делаю сброс кэша api конфиг пинг пинг благополучно пошел да но если хотите пинг получать даже после файловера но можете time to live в записи поставить меньше отлично от дефолта но это уже дальнейшие вариации на тему time to live напомним свойства в записи мы можем поменять если в этом вдруг возник необходимость через view адванс от соответственно то запись fs time to live по умолчанию 20 минут можем меньшее количество времени разрешать хранится в кэш на клиенте после разрешения имени в ip адрес вот таким вот образом ну давайте дальше здесь стартуем узел она тут not 2 выключим поставим на паузу таким же образом тормоз можно делать опять же у нас работа на клиенте будет продолжаться параметра и таймаута для файловера для обхода сбоя вели в свойствах кластеризованного ресурса мы можем настраивать опять же hdns через некоторое время на самом деле нас файловер отработает вот один есть пока чем отрабатывает ну вот дождались запись пока приторможу времени расход ну вот как видите пинг пошел файлайл класть и менеджер обновился и соответственно должна быть открыт должна открываться общая папка ресурсов на виртуальной машине меня маловато ну а собственно папка доступна видим на not 2 недоступен переключили до соответственно с первой сети на два недоступна папка с есть ресурсов побольше нужно пинг ведет со первого адреса что и требовалось доказать более подробно по соответственно кластерам и макасовском решением приходите нам на курсы с удовольствием подискутируем соответственно отвечу на ваши вопросы также я доступен по адресам электронной почты м токолов era доу до а то до 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 надеюсь и обказ был познавательным и полезным